Привет, Виолетта! Ой, я не могу. Суть совсем не поменялась. Ой, Виолетта, ну давай, рассказывай, быстро рассказывай. Ну как семья, как дети, как муж, как внуки. Чё такое? Да, да как ты там, Виолетта, чё случилось? Да ты чё? Откорей! Ну посмотри, Виолетта, он мне никогда не нравился. Виолетта, ну это не повод для драки. Виолетта, я спасу вашу семью, Виолетта. Ты меня не зря встретила. Вот учим его от этого дела. Я же, этот, дела в профессоре. Чё, ты забыла, где я работаю? Ну, вспомни, вспомни. Вспомнила? Да, ты, Виолетта. Да, там же, в клубе слаговодов, кобель дрессирую. Да, да, какая разница, ну какая разница, на двух тагах кобеля и на четырёх. Виолетта, я тебе как профессионал говорю, кобель он и в Африке кобель. Вот, слушай, совсем недавно у меня в клубе такой случай был, Виолетта. Я, короче, кобель один бегал за кошками, извращенец, отучила. Виолетта, слушай, что надо делать? Вот, как ты только увидела, что твой муж обижал. За какой-нибудь ты его так в спину строго так, фу, фу, кому сказала? И поводком по морде. Как он у тебя без поводка ходит, Виолетта? Я тебя не понимаю, двадцать первый век во дворе, а у тебя мужик без поводка. Ты чё? Какая любовь, какая совесть, Виолетта, где у нас, покажи, где он, где место, где у него там родимый. А? Какая, какая совесть? Чё ты говоришь, Виолетта? Я тебе говорю, как профессионал, Виолетта, поверь мне. Но слово мужик должен быть на коротком поводке. Кстати, какой он у тебя породой? Ну, порода у него какая? Как ты не знаешь? Рост у него какой? Метр шестьдесят? Значит, таксо. Виолетта. Он у тебя не простая таксо, он у тебя породистая таксо. А таксы, Виолетты, ой, какие хитрые, ой. Виолетта таксо получится. Чё? Уже получилось? И у них родились таксо-гремисты? Слушай, а когда ты с ним гуляешь по улицу, он у тебя как? Ничего там пожирает, ну, гадость какую-нибудь. А то они любят, знаешь, найти чё-нибудь какое-то вот и раскопать, и сожрать. Не это, если чё, за этим следи, иначе заболеет. Или чумка, или бешенство. Чё? Ты знаешь, что такое бешенство? Это когда шель с дыбом, и глаза, как у сумасшедшего, и орёт, и пена из-за рта. Да ты чё, уже болел? Когда ты переключила футбол? Чё было? Ух! Он зверел? Виолетта, расскажи мне всё подробнее. Надо знать не все симптомы. Так, пришёл с работы. Злой, голодный как пёс. Угу. Ну и сразу на кухне, да? А ты ему сразу миску с подносом съедал, и раз. И он пошёл работать. Ням-ням-ням-ням-ням. И тут кухня заходит мать. Заходит мать и говорит, давай я подогрею. И-и-и чё? Он стал миску забирать? Да ты чё, Виолетта? Да он бы мог ей голову открыть. А ты ей не объяснила, что когда мужик жрёт, не трогай его. У мужиков только по жизни только две команды. Виолетта, две. Это дай пожрать. И дай пожрать спокойно. Ну, Виолетта, ну у тебя хоть какие-нибудь команды выполняет по жизни? Ну, например, сидеть или лежать. Лежит, но не с тобой. Вот-вот-вот знаешь, Виолетта, вот как ты только его застукала. С дрянью какой-то, с бабой. Какой-нибудь. С дашкирку схвати его и так мордой. Мордой в эту бабу. Тыч, тыч. Чужой, чужой нельзя. Поняла? А потом себе, тыч, говори. Свои, свои, можно, можно, свои, свои. Вот ты, вот ты, например, мне скажи. Так ты его призываешь, ну, к этому, размножению. Ну, как голосом, голосом это. Голосуешь, а? Чё ты ему там говоришь? Милый, пожалуйста, пожалуйста, обрати на меня внимание. Внимание, обрати внимание хотя бы раз три года. Чё такое чудик? Не-не-не-не-не-не. Да он же тебя не услышит, господи. Команды должны быть чёткие. Взять меня. Взять меня, зараза. Их не эрегирует. Да ему по ушам, с тапочками. Кстати, как у него уши. Уши у него-то стоят. Чёрт, только уши стоят. Но зачем он тебе, Лиолетта? Он у тебя же ещё, ещё щенок.